В этом году компания Volvo Trucks вывела на российский рынок новое поколение своих тяжелых грузовиков. Что нового в новом магистральнике Volvo FH я уже рассказал в одном из предыдущих роликов. Теперь же посмотрим, насколько действительно новым получился регионал Volvo FM и строительные Volvo FMX, по сути представляющие собой единое семейство. Начну с главного, а именно с их кабин. В отличие от магистрального семейства FH, автомобили FM и FMX комплектовали старыми кабинами, берущими свое начало в далеких 90-х. Теперь же они получили принципиально новую кабину. Точнее кабину от нынешнего поколения FH, естественно в менее высоком и роскошном варианте. Вот FH и FM стоят рядом бок о бок. Здесь хорошо видно, что кабина у них унифицирована. Нижняя часть вообще одинаковая, а вот верхняя здорово различается по высоте. То есть у FM, где не требуется козырять ровным полом, она посажена заметно ниже. А потому по центру салона, между сидениями, появился выступающий кожух моторного отсека. Что дало Volvo FM и Volvo FMX заимствование кабины у моделей более высокого класса? Назову главное приобретение. Во-первых, более высокое ветровое стекло, сдвинутые назад передние стойки, более рациональное расположение боковых зеркал и не спадающие вперед нижняя кромка окон дверей улучшили обзорность на 15%. Во-вторых, применение более массивных и современных звукоизолирующих материалов позволило уменьшить шумность в салоне на 20%. Те, кто пересаживается со старого FM на новый, отмечают, что шума двигателя стал радикально меньше. В-третьих, новая кабина более просторна. Внутренний объем ее короткой дневной версии вырос на 800 литров, а у версии со спальным отделением на целый кубометр. Это спальное отделение выполнено практически таким же, как и у флагманского FH, включая идентичную спальную полку и комфортабельный матрас. Замечу, упомянутую спальную полку приподняли над полом на дополнительные 15 см, что сделало посадку сидящего на ней гораздо естественнее и удобнее. Далее, верхняя ступенька на входе в кабину с целью безопасности теперь полностью прикрыта панелью двери. Для нее сделана подсветка. Кроме того, на все входные ступени нанесено противоскользящее, не обмерзающее полимерное покрытие. Как и у флагманского тягача Volvo FH, у FM и FMX классический приборный щиток уступил место электронному. Водитель может выбирать из четырех выводимых на него базовых изображений. Одно из которых имитирует обычные стрелочные приборы, а еще одно выдает информацию по весовым параметрам, включая полные массы пигача и автопоезда, а главное, фактическую нагрузку на каждую из осей. Кроме того, цифровой приборный щиток позволил реализовать функцию предрессовой диагностики, когда каждый день агрегаты и системы грузовика в автоматическом режиме тестируются на соответствие полусотне контрольных параметров. Идем дальше. Усовершенствована система адаптивного круиз-контроля. Раньше при падении скорости ниже 30 км в час водителю приходилось брать полное управление на себя. Теперь нижняя граница 0 км в час. Таким образом, в случае появления на пути помехи или препятствия машина будет тормозить на любой скорости вплоть до полной остановки. В качестве опции для новых FM и FMX предложена видеокамера бокового обзора. Это контролирующая всю правую слепую зону. Ее можно включить принудительно, а можно настроить на автоматическое включение одновременно с включением правого поворотника. Изображение с этой видеокамеры выводится на дисплей на центральной консоли, который также можно задействовать, к примеру, для управления системой мультимедиа. Отмечу, что зрачок боковой видеокамеры, установленный снизу кронштейна зеркала заднего вида, благодаря продуманной аэродинамике, не имеет склонности к загрязнению даже при длительном движении по грязи. Всего на упомянутый дисплей можно вывести изображение с четырех видеокамер, а электронные мозги автомобиля способны поддержать работу восьми видеокамер, которые устанавливаются на заказ. Что касается электрики, то для повышения надежности питания многочисленных потребителей, в автомобилях модифицировали всю электропроводку. Кроме того, внедрены аккумуляторные батареи, выполненные по AMG технологии. По сравнению с обычными аккумуляторами, они более стойкие к вибрациям и многочисленным глубоким разрядам, обладая при этом более высоким ресурсом и пусковым током. Теперь обратим внимание на доработки, сделанные специально для Volvo FMX, который, напомню, изначально адаптирован для работы в сложных дорожных условиях. Во-первых, у самосвалов, лесовозов и основной массы шасси с колесной базой 4600 мм убрали промежуточную опору карданного вала. Теперь карданных валов не два, а всего один. Во-вторых, автомобили получили новый интерфейс включения механизмов блокировок дифференциалов трансмиссии. Прежде главный минус был в том, что в случае начала буксования грузовика с двумя или тремя ведущими мостами, водитель не сразу мог сообразить, когда и какую клавишу нажимать. Да, к помощи ему была автоматическая блокировка, но она срабатывала только на межиссевой дифференциал задней тележки. Теперь же автоматизация срабатывания распространена на все блокирующие механизмы, вплоть до блокировки межколесного дифференциала переднего моста у полноприводных версий. Образно говоря, автоматика действует на ступень дальше, чем блокировка, включенная вручную. В-третьих, теперь можно заказать Volvo FMX с мостами повышенной грузоподъемности. Допустимая нагрузка на заднюю двухостную тележку в этом случае достигнет 38 тонн, что на 6 тонн больше, чем прежде. За счет этого грузоподъемность шасси удалось увеличить на 5,5 тонн, создав на его базе различные модификации грузоподъемных карьерных самосвалов. Да, еще при применении самосвалов в карьерах очень будет полезна новая функция, автоматически поддерживающая выбранную скорость на продолжительных спусках. И еще одно нововведение, также касающееся ведущих мостов. На новые Volvo FM и FMX, если их предполагается задействовать в перевозках тяжеловесных грузов по дорогам с усовершенствованным покрытием, теперь может установить одноступенчатые, то есть безредукторные ведущие мосты, рассчитанные на повышенную нагрузку. Они позволяют увеличить полную массу автопоезда с прежних 75 до ровно 100 тонн. Отказ от бортовых редукторов, каждый из которых весит полсотни килограммов, дает снижение снаряженной массы тягача примерно на 200 килограмм. И одновременно позволяет понизить потери в трансмиссии, тем самым уменьшив потребление топлива на величину порядка 4%. Какой из всего сказанного можно сделать вывод? Новые Volvo FM и FMX, получив новую кабину и ряд новых эффективных систем и агрегатов, сделали серьезный рывок в повышении комфорта, безопасности и эффективности применения. Поэтому лично я не вижу причин сомневаться, что перед нами действительно их новое поколение. И если в прошлые годы на долю этих грузовиков приходилось лишь четверть в объемах российских продаж Volvo Trucks, тогда как почти три четверти составляла доля магистральных Volvo FH, то новое поколение Volvo FM и FMX, особенно новый регионал FM, вполне способны существенно изменить данный расклад в свою пользу. Субтитры подогнал «Симон»!